Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. И в первую очередь я хотел бы отметить, что нас уже более 30 тысяч человек на этом канале. Но и это еще не единственное достижение, так же канал прирос количества просмотров в 1 миллион. Так что вы просто красавчики, продолжайте в том же духе. Но так как на выходных я решил взять, как это ни странно, выходной, то, соответственно, видео пока не было. Но сегодня понедельник, поэтому видео быть. И сегодня разберем такой момент, который волнует многих, так сказать, рисофальчиков-спрайтов, которые работают именно в фотошопе. Они зачем-то заморачиваются сеткой, впрочем, в этом, конечно, есть свой смысл. Ну вот, лично мне, например, удобнее работать без вот этих вот пиксельных квадратиков, которые занимают практически весь экран. Но для тех, кто не разделяет это мнение, я решил записать это видео. Итак, как же включить и настроить сетку? А значит, если максимально приблизить вот так вот холст, то есть, да, вот уже как бы один пиксель, вот он отображается, то в вашем случае, скорее всего, здесь уже будет отображаться пиксельная сетка. А давайте ее сейчас включим. Включается она в окне просмотр. Показать. У меня здесь стоит сейчас пиксельная сетка, сетка, и вообще много чего тут включено. Но здесь как бы такие вот минусы. А значит, что это такое? А дело в том, что вспомогательные элементы у меня сейчас отключены. И горячая клавиша на них конкретно в моей программе Ctrl-H. У вас это может быть другое сочетание клавиш, но в основном это вот именно такая вот комбинация. Нажимаю Ctrl-H, и как бы появляются вот эти вот квадратики, вот эти клеточки. Но если я ее как бы отдаляю, то эти маленькие клетки пропадают. И становится хорошо видна вот такая вот сетка. А не знаю, какое здесь точное деление, давайте посмотрим. А, то есть видите, у меня сейчас выделение привязывается к каждой клетке. Вот, допустим, я одну эту клетку выделил, и просто мне интересно посмотреть, сколько в ней сейчас пикселей. И у нее высота 15 на 15 пикселей, что в принципе очень как-то маловато. Да и для рисования телосетов тоже такой размер сетки не подойдет. Поэтому нужно это сейчас все настроить. Значит, как вообще включить пиксельную сетку, которую я только что отключил. Идем в просмотр, показать, и здесь включаем пиксельная сетка. Все, теперь у нас отображаются вот эти квадратики. Честно говоря, не знаю, кому это может быть удобно. Ну, например, для срисовывания с одного спрайта на другой, такие клеточки могут оказать очень даже положительную помощь. Ну, что делать с вот такой вот большой сеткой, которая была бы очень кстати, если бы имела размер хотя бы 16 на 16 или 32 на 32. Значит, здесь все просто. Нажимаем Ctrl плюс К. Открывается как бы меню установок. И здесь нас интересует момент направляющая, сетка и фрагменты. Направляющие сейчас трогать не будем, они нам как бы особо не нужны. А вот сетка, здесь уже есть над чем поработать. Значит, мы можем настроить цвет вот этой границы, этой сетки. Выбрать какой-то конкретный. И видим, как она сразу тут меняется. Вот, либо как бы выбрать свой собственный цвет, что тоже весьма удобно бывает. В принципе, черный меня вполне устроит, но сразу скажу, что не всегда удобно. Поэтому лучше брать какой-то цвет вот отсюда. И теперь настроим сам размер вот этой ячейки. Значит, линия через каждые. Сначала здесь выбираем место сантиметров, ставим пиксели. И внутреннее деление пока ставим 0. А, ну в принципе, да. Пока что хватит одного, как бы меньше одного уже не поставишь. В общем, считайте, что один здесь как за 0. И линия через каждые 32 пикселя. Вот теперь у нас получились вот такие квадраты, 32 пикселя каждый. Но это можно разделить на более удобный вариант. Например, сделать внутреннее деление на 2. И тогда, как бы, вот этот 32 на 32 пикселя у нас разобьется на 4 части. То есть, как бы, внутри вот так вот остается. И размер тогда вот этого подразделенного квадрата будет 16 на 16 пикселей. Вот такой вариант у нас будет уже 16 на 32. И, соответственно, как бы весь этот квадрат уже будет 32 на 32 пикселя. Ну, думаю, с этим все просто. Если вы рисуете того сета, можно поставить, например, 128 пикселей. И внутреннее деление поставить, например, на 4. Тогда каждое из этих делений у нас будет, если я не ошибаюсь, как раз 32 на 32 пикселя. Ну да, так оно и получается. Далее уже вот этот момент будет 64 на 32. 96 на 32. И, соответственно, вот эти 4 квадратика уже будет 128 на 32. То есть, получается у нас 4 на 4 вот таких квадрата. И теперь здесь такой удобный момент, что если я буду очень близко приближать, и появится пиксельная сетка, она будет как раз вот, как бы, соответствовать линиям вот этого вот квадрата. То есть, эти две сетки будут, как бы, накладываться друг на друга. Но теперь они, как бы, друг друга дополняют. То есть, если вы помните, вначале они, то есть, они хоть и накатывались друг на друга, но их линии не соответствовали. Поэтому был такой вот дисбаланс. Еще один удобный момент, который можно настроить, это включить привязку к сетке. То есть, у меня сейчас стоит привязка. И здесь ниже можно выбрать, к чему ее привязывать. То есть, можно привязывать к направляющим, к линиям сетки и к слоям. То есть, все это очень удобно. Но к линиям сетки особенно удобно, когда вы собираете, например, тайл сет. То есть, даже выделение, если я сделаю его немного криво, то оно все равно, как бы, привязывается четко по вот этим вот пикселям. Уже, как бы, не промахнешься. Но в пикселях, в принципе, и вообще трудновато промахнуться. А вот в более крупных таких вариантов, например, там для дизайна сайтов, или просто для крупных спрайтов, например, там 256 на 256, там вот уже эта функция будет более актуальна. Ну и, наконец, если вам все-таки хочется попробовать направляющие, и вообще узнать, что это такое, то стоит нажать на сочетание клавиш Ctrl-R. И у нас появятся вот такие вот линейки. Чтобы сделать эти направляющие, нам нужно от этой линейки вот так вот удерживая левую кнопку мыши, ввести до нужной нам высоты. И то есть, видите, я вот сейчас веду, меняя направляющие, автоматически привязывается к сетке, потому что у меня включена привязка. Это тоже достаточно удобный момент. И то же самое как бы можно сделать с другой стороны. Отключить все это дело можно тем же сочетанием клавиш Ctrl-H. Ну и, соответственно, линейки отключаются отдельно через Ctrl-R. Если снова нажать Ctrl-H, то линии, как бы направляющие, останутся, линейки исчезнут. Они здесь как бы отдельный инструмент, но без них проблематично создать именно вот эти направляющие линии. Я думаю, что подобная сетка вам значительно поможет при рисовании тайлов. Не нужно будет делать различные махинации, вроде которых я делал ранее, то есть, создавал, например, новый документ, 32 на 32 пикселя. Вот так его копировал и вставлял. То есть, теперь это делать не нужно, можно просто вот так вот сразу настроить сетку и включать ее. Вот, ну, просто как бы имейте в виду. Ну что ж, если это видео вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки, а также заходите сюда почаще, ведь видео выходят практически каждый будний день. Делитесь этим видео со своими друзьями и при желании поддержите канал материально, чтобы улучшить качество этих видео. Ну и звука, конечно же. А с вами был Арталаски, и я не прощаюсь, я приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok